23 августа 2024 год поздравляю украинцев с днем флага поздравляю земляков харьковичан с днем города поздравляю себя с тем что сегодня ровно шесть лет как я последнюю затяжку сигареты сделал но сейчас хотел ответить на комментарии спасибо что пишете комментарии я комментарии про ютуб говорю я комментарии удаляю только дети там пишут там восхваляя там рашка славя вот это начинается это я удаляю маты конечно удали а так спасибо пишите интересно даже почитать пишет во-первых женщина с украины по-моему я не знаю пишет а может с россии у меня родственники в колуги в рязани в туле куда дальше пойдут вооруженные силы украины у меня там родственники говорит пережила спасибо что вы переживаете уже за ту в общем-то рано но я думаю в общем-то правильно мысли у вас в правильном направлении движутся я посмотрел специально по карте далеко еще до тулы горязани ну ладно это так пишут в комментариях что вы себе думаете если вы победите вы станете украинцы жить лучше чем в ссср ребяточки мне 50 лет но 28 числа исполнится августа да я жил в ссср для того чтобы жить лучше чем в ссср и надо никого побеждать достаточно не ходить на бесплатные субботники достаточно чтобы тебя никто не выгонял на демонстрации по каким-то праздникам до достаточно того чтобы тебя там где-то под радиацию чернобыля не выгоняли на эту демонстрацию до после того как восемьдесят шестом году рону достаточно того же твоих детей как меня вот не отправляли в трудовые лагеря по богате картошку там собирать и яблоки собирать колхозникам да то есть вы знаете что брали детей и отправляли помогать картошку или какую-то хрень всякую колхозную убирать блин нафиг то есть это был достаточно того чтобы я как рабочий всю свою жизнь я могу себя купить никон клуб x5000 фотоаппарат которым кольца сатурна снимает без блата не на меня не надо блата мне не надо мне нет никакой волосатой руки у меня никаких нет связей понимаете не надо в очереди там за машиной стоять блин по 10 лет как в том анекдоте да да через здесь заплатили за машину приходите через 10 лет ваша очередь придет а утром или вечером вечером мать какая вам разница утром сантехник приходит вот это анекдоты про советский союз достаточно того что ты не знаешь что такое не знаю из-под полы да ну блин я не знаю достаточно того что ты не стоишь за маслом три часа в очереди там или за какими-то другими по ты в одной очереди родители в другой там сестра в третьей вот этого достаточно чтобы не решить чтобы жить лучше чем в советском союзе понимаете не надо никого побеждать при этом вашу землю продали будете там как евреи послушайте я вижу что этот конкретно этот комментатор зацикленный какой-то на евреях но вы как бы поймите россияне что нету в украине юда фобства такого понимаете тотального нет антисемитизма у нас еврея зеленского выбрали президентом 73 процента голосующих но неужели вам после этого я понимаю что вы на мир своими глазами смотрите и вы там евреев боитесь или нет я про украинцев скажу почему мы совершенно спокойно относимся к евреев выбирая их допустим в этот самый президент я за порошенко голосовал ну блин 73 процента у меня в цех я опрашивал были больше половины именно специально ходили и голосовали от уборщицы до начальника именно за зеленского мне нравится ну вот ответ который дал почему англичане не являются антисемитами это один из англичан по моему как бы не черчилль сказал мы просто не считаем евреев умнее себя вот украинцы не считают евреев умнее себя поэтому мы не понимаем какой какой повод для юдофобии для антисемитизма но вы же россияне когда стараетесь то как бы свои какие-то аргументы приводить вы поймите что не только на вас действует но только на вас потому что это и вы юдофоба вы там антисемиты и вы пытаетесь это переложить на нас но она не работает у нас нет у нас нет понятия над смены там да как было в советском суде мы не обзываем жителей кавказа так как вы их там называете всякими да это монголоидные расы у нас не унижают людей совершенно спокойно господи какой-то разрез глаз меня в харькове там девочка негроидная раса совершенно такая же харьковчанка как и я поет себя прекрасно отличная девчон мне в том дело так что вы зря на это тратите время и усилия перестаньте блин развивать вот это порошенко писали шон еврей там ну хорошо опускай даже евреи чё дальше у меня друг был моша олег светлая память помер я лет через 15 дружбу только одуплился что моша еврей там он там сказал это вообще никакой разницы понимаете отличный пацан отличный друг отличный там да еще один комментарий мне очень понравился говорите что у вас нет денег бездоказательному то есть у россияне денег бездоказательному как бездоказательно вы превращаетесь в нтв просто что-то утверждаете этого достаточно нет ну я же своими глазами вижу понимаете это для вас может рэнтв для меня одно дело я под пологами сижу там за 6 часов дежурства в двадцатом году раз 20 сбегаю убежище укрытия от артабстрела и и другое дело когда сейчас там выстрел там час там я не знаю просто я вижу разницу между тем что раньше это были у россиян танки раньше это были бмп раньше это были бы ты рыблю а сейчас это блин пешком они идут мы их мучим и не сдыхают понимаете это нету денег у нас там экономика и все остальное вы там экономика деньги говорит печатает банк и он там вполне себе нормально рассчитывает сколько нужно наличных денег то есть инфляция не убьет россии так вот ребята я посмотрел специально м2 знаете такой агрегат м2 это количество наличных денег там на вкладах на без налички там то есть сколько денег сейчас в экономике декабрь двадцать первого года 66 триллионов рублей июль 2024 103 триллиона рублей вы понимаете что у вас за вот эти два года там с небольшой войны у вас там на сколько на 60 процентов до увеличилась эта денежная масса в то время как ввп по вашим же данным в двадцать третьем году был минус 1 и 6 а там в другом какого-то 2 процента а в двадцать четвертом по моему два процента намечается понимаете что у вас то есть у вас это инфляция у вас денежная масса это огромное количество стало так что не переживайте говорит торговля нормально идет китай перестал с вами торговать напрямую через третьи страны по деньгам торгуют часу буквально вчера сказал еще позавчера что будут еще и товары ввозить не из китая в россию а через там иран и ираке там киргизстан и не знаю что такое у вас торговля китая нефтью у вас сейчас два покупателя нефти индия и индия и кита 94 процента по моему торговли нефти у вас индей китай китай уже перегнал и индия перегнала китая потому что китай сокращает закупки по отношению к прошлому году там на 7 процентов все у вас хорошо в торговле подождем немножко все буду украины не понимает